девочки всем огромный привет добро пожаловать на мой канал в новое видео почему девочки сегодня у нас чисто женская тема омоложение я вам расскажу процедуру которую я прошла сама которая сейчас у всех на слуху расскажу вам с точки зрения обывателя так как про попробовал эту процедуру сама и точки зрения с точки зрения профессионала так как кто не знает являюсь врачом профессиональным врачом дерматологом также расскажу вам сначала какие процедуры я вообще делала вот к своему возрасту мне в этом году вот когда вы будете видеть это видео уже будет 50 лет в этом году цифра конечно она немножечко меня честно вам скажу напрягает потому что одно дело это 40 когда ты празднуешь это совершенно другое настроение я не то что я боюсь возраста а вот сама цифра она как-то немножечко меня на триггерит потому что 40 конечно понимаешь что у тебя еще все-таки вся жизнь впереди 40 это молодость а вот 50 тут уже не то физическое состояние тут уж ты задумываешься но сегодня мы будем говорить не о возрасте а как раз таки как скостить как бороться с возрастом так в общем то просто чтобы чувствовать себя комфортно я подумала что я видео буду строить так я с вами немножечко накрашу сделаю свой такой простой каждодневный макияж который я делаю каждый день на работу этот макияж у меня занимает примерно пять минут но естественно что этот макияж сегодня он у меня займет больше времени потому что я с вами буду болтать и давайте сразу начнем я не буду рассказывать какие продукты использую потому что сегодня это не тема видео я все заменку в инфобоксе и еще раз говорю сегодняшний макияж он не будет перфектным он займет больше времени просто потому что самое главное сегодня это поставлю зеркало и буду смотреться в зеркало это мне вам рассказать на самом деле какие процедуры как я прошла эту процедуру которую всех на слуху и какие результаты и вообще кому я могу показания противопоказания кому я могу порекомендовать эти эту процедуру и вообще мы с вами поговорим про несколько процедур прежде всего расскажу вот покажу свое лицо ближе и расскажу вот что я прошла вообще чем я пользовалась к этому моменту что я пробовала как я уже вам как-то рассказывала если вы меня смотрите вы знаете что я с вами стараюсь все таки быть откровенным если я что-то рассказываю значит это так и есть ну а если я хочу там например что-то скрыть так в принципе тогда я умолчу если говорю то это конечно достоверная информация другой вопрос что кто-то может верить кто-то может не верить это конечно ваше дело ваше право всегда найдется процент людей которые которым ты нравишься или которым ты не нравишься так вот процент людей ну если меня смотрят там например которым я не нравлюсь он не такой большой он составляет у меня например может быть там один процент на канале и конечно для людей я вам даже в общем рассказываю чтобы вы имели ввиду люди которые вас не любят они все равно все ваши положительные качества интерпретирует и трансформирует в негатив а люди которые вас любят это вообще вот так вот по жизни они все ваши даже негативные качества всегда они переведут позитивные даже припишет вам те положительные качества которых возможно у вас нету ну вот так вот мы люди устроены да к сожалению поэтому не старайтесь никому никогда что-то доказывать вот я не стараюсь никому что-то доказывать вот рвать стильняшку на себе это совершенно бессмысленно потому что если мы стараемся с еще большей силой что-то доказывать это наоборот знаете вызывает совершенно противоположный эффект но это вот просто такое знаете отступление от темы к своему возрасту я не делала никаких профессиональных аппаратных процедур не потому что я против но я как-то не видела знаете такой необходимости потом как-то я не думала что от какой-то профессиональной такой прям процедуры аппаратной да может быть такой вот слишком хороший эффект я что я делала постоянно постоянно я где-то 40 лет я делала ботокс вот в эту зону да потому что эта зона хорошо очень поднимает вверх и меня это устраивало и также в последние годы я делала процедуры биоревитализации этого и нестабилизированная гиалуронка на все лицо это курс несколько процедур 3-4 процедуры и несколько раз в год вы делаете биоревитализацию это улучшает ваше состояние кожи да потому что с возрастом самая главная проблема это у нас все-таки теряется гиалуроновая кислота теряется коллаген и вода теряется вода почему у нас и появляются морщины мы теряем воду вообще этот процесс уменьшение он идет уже с 25 лет очень процедура биоревитализации я вот так вот постоянно делала увлажнение а также я попробовала процедуру в россии она называется препарат препараты коллагена в россии это колост но у нас в европе колоста нету и это у нас называется этот коллаген у нас называется нитя девочки кто живет в европе наверное знает и нитя это по моему итальянский препарат он есть и в швеции и он есть и в латвии для примера но возможный в россии он тоже нитя этот препарат есть возможно вы его знаете да и знаете от препарата нитя коллаген его тоже надо делать раз в месяц несколько процедур конечно от нитя очень хороший эффект или от колоста да кстати у вас в россии даже там насколько я знаю несколько препаратов этого коллагена есть эффект хороший но все эти препараты они работают на улучшение именно качества кожи структуры конечно эти препараты они не работают если у вас уже есть гравитационный птоз или какие-то глубокие морщины они немного освежат они подсветят ну конечно есть такой процент свежести процент немножечко кожа выглядит более молодой это конечно да но такой сильный сильных изменений на лице они конечно вам не привнесут наверное как те же некоторые аппаратные процедуры аппаратная косметология ну и все-таки я решила вот попробовать что-то из аппаратной косметологии потому что все-таки я в последнее время заметила что идет такая знаете появилась какая-то дряблость кожа излишняя пастозность отечность и конечно это немножечко придает возраст хотя как таковых морщин сильных нету и такого гравитационного птоза нет то есть проблема основная у меня была в коже если можно так сказать немножечко дряблость кожи такой избыток кожи то есть надо было подобрать какую-то методику которая сократит именно кожу именно вот кожу да это не так сложно потому что конечно есть аппараты которые действуют на мышечный каркас и на связочный каркас это например тот же очень модная процедура альтера вот этот ультраформер который вы все знаете да у нас в швеции есть альтера она в нескольких салонах но еще раз говорю вот например эта методика альтера она больше подойдет тем у кого уже есть проблемы собственно с мышцами со связочным аппаратом потому что это ультразвуковой смаз лифтинг да то есть она работает альтера более глубоко ну и цена конечно такой процедуры альтера да цена уже около ну по крайней мере я вам оценки говорю как у нас швеция цена около двух тысяч евро если делать на все лицо и подойдет она тем у кого есть вот именно гравитационный птоз но вот все вот эти методики про которые я вам сегодня рассказывал однозначно они есть и в европе и есть и в россии потому что как раз таки к нам швецию все приходят в последнюю очередь вот так же например у нас в стокгольме есть всего две клиники у кого у которых есть вот этот вот аппарат собственно альтера да это не так много но я понимала что альтера мне не нужна и сейчас как вы знаете на слуху а если не знаете я вам расскажу в общем методика морфус 8 на аппарате морфус и это две аппаратные методики которые совмещены вместе и я все изучила про морфус это ну если так можно сказать наиболее новая методика и методика конечно очень очень сейчас она набирает достаточно большую популярность и у нас стокгольме два аппарата морфус я навела справки в россии в европе я уверена что эти методики есть поэтому вы можете все это попробовать и пройти и как действует этот эта методика морфус кому она подойдет как я уже сказала два в одном здесь у нас микронидлинг да то есть там идет такой аппарат такая насадочка естественно она одноразовая я вам покажу вставлю аппарат и также я вам покажу конечно же немножечко вам тоже хочу показать как выглядит у нас косметологическая клиника в которой я прошла этот эту процедуру естественно это все у нас в швеции намного проще чем в россии я знаю какие у вас наслышно какие у вас крутые салоны даже визуально у нас все это очень просто но но профессионально но профессионально да и надо сказать что у нас на аппаратных методиках в основном работает не врачи средний медицинский персонал так вот эта методика морфус она совмещает две методики как я уже сказала не микронидлинг микронидлинг это микро иголочки кстати метро микронидлинг я тоже никогда не пробовала но я думаю что для моей кожи я как раз таки задумывалась перед морфусом попробовать микронидлинг потому что это тоже очень хорошо стимулирует именно кожный покров до именно кожу сокращает за счет того что за счет мелкого воздействия иголочек они проникают достаточно глубоко но микронидлинг и наверное где-то на надо на два-три сантиметра они проникают в общем-то по сути это достаточно чтобы простимулировать даже саму кожу потому что у нас собственно кожи дерми значит где-то это 4 сантиметра и 2 это радиолифтинг световое воздействие то есть процедура в принципе достаточно такая мощная ну и конечно я поняла что эта процедура хорошо подойдет мне с моими с моими проблемами вот принципе по сути я наверно макияж и буду заканчивать да вот такой вот на каждый день это мой макияж и поэтому два в одном и поэтому эта процедура подойдет у людей у кого но немножечко такой знаете уставший есть такое уставший тип лица но нету сильных брыли нету сильного опущения какие-то мелкие морщины когда вы хотите кожу простимулировать и освежить надо пройти три процедуры как они рекомендуют и процедура раз в месяц ну я прошла пока только одну процедуру поэтому конечно я не могу сказать полноценный эффект от этой процедуры но даже от одной процедуры эффект он заметен как происходит сама процедура сама процедура идет где-то 35 минут но перед процедурой рекомендуется сделать аппликационную анестезию то есть вам наносит крем и где-то час я сидела потому что процедура надо сказать она все таки болезненная даже после анестезии вот в районе выхода нервов она достаточно чувствительная но терпимая 35 минут можно потерпеть и тем более эти иголочки они входят на глубину 3 миллиметра то есть они достигают собственной кожи и так как насадка она где-то 2 на 2 сантиметра вам сразу обрабатывает достаточно большую поверхность берут берется все лицо и шея у нас в швеции но я знаю что в латвии делается и декольте и в принципе этой методикой вы можете сделать даже и руки стоимость процедуры вот на лицо и на шее у нас в швеции где-то было 400 евро то есть процедура она доступная конечно это не процедура аппарат вот даже альтера нельзя сравнить и не процедура пластическая операция но еще раз говорю конечно любую аппаратную процедуру вы не сможете сравнить с пластической операцией хотя пластика это тоже примерно на 10 лет и надо повторять но давайте про процедуру нашумевшую морфоус я вам могу ее сто процентов порекомендовать потому что в принципе здесь нет ничего плохого здесь такое чисто стимуляционное воздействие вам не это не филлер который может и не нити которые в принципе приори могут вызвать какие-то осложнения надо сказать кстати что у меня никаких нет филлеров не дни филлеров не нити на лице это когда-то мне тоже задавали вопрос есть у меня филлеры нити нет ни филлеров не нити я так и думала что я буду пробовать если мне понадобится какую-то все-таки аппаратную процедуру аппаратную методику я пришла на эту процедуру записалась заранее еще раз говорю прошла я пока только одну процедуру но хочу повторить хочу повторить обязательно сделать вторую процедуру чтобы посмотреть результат 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 конечно есть результат такой вот 35 минут и вы но две недели это точно вы выглядите у вас лицо свежая как будто вы отдыхали лицо светится улучшение цвета лица в общем все вот это улучшение но примерно вам дает омоложение но до пяти лет все-таки эффект есть как долго эта процедура держится они говорят примерно год если ты сделаешь две-три процедуры или полтора года но посмотрим я не могу сказать но пока эффект как бы держится я довольна но надо сделать для полной картины 3-4 процедуры я вам ставлю сейчас покажу как я выглядела после процедуры какие возможны осложнения но естественно это краснота которая держится у меня держалась она сутки потом у некоторых возникают такие как папулки пупырышки которые могут мелкие до которые могут держаться до месяца в определенных зонах у меня они были в нижней части и на шее но они держались у меня две недели и также могут быть мелкие мелкие корочки в местах прокола но эти корочки настолько мелкие что например если вы сделаете легкий тональный крем это будет незаметно я даже снимала вам видео до с этими мелкими корочками и я думаю что вы особо не заметили поэтому как такового реабилитационного периода нету если вы работаете вы можете не бояться да вы спокойно можете ходить на работу я не знаю как ну и здесь единственное не после процедуры не в первые сутки я не знаю как процедура альтера процедура альтера она подойдет уже как я уже сказала когда есть более сильные изменения наверное она подойдет более именно для такого гравитационного птоза более может быть не то что тяжелой кожи да более когда выражены брылье тогда потому что она все-таки работает более мощно мне кажется на именно вот на мышцы и на смаз эта процедура на мой взгляд она более легкий вариант хотя эффект который обещает то что я читала и в принципе видела эффект хорошее особенно если у вас тонкая кожа как я уже говорю и нету вот таких сильных изменений да то есть вы вот смотрим и смотрите на себя и видно что вас чуть-чуть какая-то дряблость избыточность в общем избыток избыта кожи в общем то что у нас как раз таки появляется да когда идут уже вот эти к 50 годам немножечко гормональные изменения я думаю что все женщины меня поймут вот и такой информации я хотела с вами поделиться буду вас держать в курсе когда сделаю вторую процедуру расскажу вам как было после второй процедуры но первая процедура все прошло достаточно легко и без каких-то общих компликаций я вам осветила и цены и естественно что я вам могу порекомендовать это не реклама эту процедуру морфос если у вас примерно такой же тип кожи тип старения такой как у меня который я вам писала можете смело пробовать эту процедуру потому что таких особых противопоказаний конечно вы должны быть здорово и не должно быть каких-то воспалительных процессов на лице и вообще воспаление у вас в теле и лучше чтобы у вас не было склонности к образованием крупцов есть такой тип который людей который склонен к образованию рубцов все-таки это микро ниблинг и иголочки идут достаточно глубоко в кожу и если у вас есть кто нас к рубцеванию вот это имейте ввиду будьте аккуратны все что я вам рассказал хотела рассказать про сегодняшнюю процедуру поставила постаралась как всегда быть с вами достаточно откровенной и сделала такой легкий макияж участвую смотрю на себя и думаю естественно что макияж такой он не перфектны но я делаю такой легкий макияж на каждый день еще раз говорю перед работой занимает у меня он пять минут ничего такого сверх естественного я рада была с вами встретиться пишите было ли это видео для вас информационным полезным надеюсь что было и увидимся с вами скоро хочу вас также попросить поставить колокольчик чтобы получать смотреть мои видео вовремя и получать уведомления если вам тематика моего канала интересна если вам я интересна как блогер тоже конечно не забывайте подписываться на мой канал мне это всегда очень приятно такая обратная связь и сатасфакция всех люблю ваша ольга